Хэллоуин и баскетбол Мне кажется, это прикольно. Я, конечно, не уверен, что у нас Россия отмечает Хэллоуин, так как его должны отмечать, но с кому-то идею попробовать себя въединить, мне кажется, прикольно. Ты сегодня в каком костюме? Я сегодня, как обычно, в костюме миллиардера, филантропа, Брюса Уэйна, Бэтмена, то есть. А, я не узнал, я подумал, ты Фредди Крюгер сначала. Не, 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 он у меня просто, я переоделся, и надо же играть, я не могу выйти, как бы, в своем. Я хочу, я спасаю наш город, и я являюсь героем этого города, просто никому об этом не говорить. Слушай, нас давно интересует вопрос, почему тебя в команде называют Разум? Потому что у меня фамилия Разумов, это сокращенно. А не потому, что ты, типа, умный там очень? Это тоже, это в основном, но, чтобы не, как бы, я не люблю, когда, знаешь, все, вот вокруг думают, там, как бы, что я суперумный, все остальное, вот это все, знаешь, влияние, сверху. Ну, я просто говорю, что это моя фамилия, и все. Вы в костюме кого сегодня? Кто это такой? Это двоюродный брат графа Дракулы. А как его зовут? Его зовут Эдуард Дракула. А он тоже такой же страшный, как и граф Дракула? А, нет, нет, он любит девочек, только мужчин не кушает. А как вы думаете, кто у нас самый страшный в команде? Опа, самый страшный Жбанов, конечно. Чего? Ужасный, ужасный, и внешне, и внутренне, конечно, да, да, это безусловно. В каком ты костюме сидишь? Кто это? Ведьма. Ведьма? А это у тебя пауки, да? Да. Можешь показать, что это? А ты сама пауков не боишься? А это знаешь, что за пауки у тебя такие? Да, птицеды. А, положительно, не птицы едят? Нет. Кого? Они питаются обычными жуками. А баскетболистами? Нет. Нет? То есть они не сидят сегодня на камне кого-то? Нет. Все, ладно, это хорошо. За кого ты сегодня болеешь? За улиц. Победим сегодня? Да. Хэллоуин отмечаем, типа, сегодня, да? Расскажи, вот, как у тебя в детстве проходил Хэллоуин? Слушай, у меня не было Хэллоуина в детстве. Как? Ну, я не верю. Серьезно? Как бы у русских людей Хэллоуин не отмечается, как бы. То есть ты вчера не переодевался, за сладостями не ходил никому? Нет. Я готовился с командой к игре и... А нам говорили то, что самый страшный в команде Жора Жбанов. Это правда? Страшный? Опасный, я бы сказал. Поэтому я здесь сегодня и сидел. Все из-за Жоры. А ты не боишься то, что он, ну, перелезет во время матча и испугает тебя? Не-не. Не в этом смысле он опасный. А именно, когда на площадке. А так он добрый, хороший парень. Я думаю, что сегодня мы играем очень плохие 25 минуты. Без концентрация, без энергии. И в втором половине, в последние 4-5 минуты в третьем квартале, и в начале последнего квартале, мы играем с энергией от некоторых игроков. Но реальность, если сегодня мы играем с михайловским игроком, американским игроком, который потерялся, то, наверное, игроку будет более сложным, даже для нас. Но это важно, чтобы не играть хорошо и победить игрок, потому что сейчас это момент, когда команда должна найти энергия в каждом игре. Это не легко. Так что сегодня мы имеем некоторые игроки, которые нам дают что-то другое, как Браун и Ильницкий в третьем квартале. Так что если мы имеем больше игроков, то будет лучше. Так что я думаю, что это хорошая победа, но мы можем быть счастливыми, без игроков, без баскетбол. Ну, как сказал тренер тоже, что вышли на игру недостаточно сконцентрированные, пропускали легкие очки, дали почувствовать игру в Автодору. Они тоже имеют качество игры и хороших игроков, которые могут забить. Поэтому первая половина была непростая в перерыве. И во второй половине, благодаря каким-то изменениям и дополнительной мотивацией, мы изменили ритм игры, агрессию, энергию, что повлияло на, в какой-то момент просто повлияло на переломили игру. Даже достаточно нескольких минут хороших, чтобы переломить ход игры и дальше чувствовать уверенность, забивать открытые броски и наращивать преимущество.